Туркменские белые юрты на широких просторах туркменских степей уходят своими истоками в древние времена. Белые юрты были удобным передвижным жилищем кочевников. Отличительная особенность белой юрты заключается в том, что устройство верхней части юрты позволяло сохранять внутри помещения свежий воздух за счет вентиляции воздуха через дымоход. В холодные дни верхняя часть юрты накрывалась войлочным полотном. Таким образом, в жилище сохранялось тепло. На территории Туркменистана немало опытных мастеров по изготовлению деревянных частей белых юрт. Для этого они использовали различные породы деревьев, отличающихся высокой прочностью. Стволы деревьев для различных частей белых юрт состругались до необходимых размеров. Дом. В этом слове сконцентрирован огромный смысл близкий сердцу каждого человека. Это и духовность, достаток, и преемственность поколения и будущая. Дом. Семья. Это источник воспитания, источник единства. Это опора и защита. Основное место воспитания – святость домашнего очага, почитание традиций и обычаев, благонравие и воспитанность. Начиная с огузской эпохи, наши предки высоко почитали дом и семью. И немало пословиц было сложено на эту насущную тему. В этих пословицах отражается любовь к дому, истинный патриотизм. Наши предки отнеслись к дому как к священному месту, и поэтому, когда входили в дом, ступали правой ногой, что подчеркивало его святость. Эти принципы продолжаются и в настоящее время. Эти принципы продолжаются. Туркменистан – страна древней цивилизации, уникальной культуры и самобытных традиций, ставших неотъемлемой частью всемирного наследия человечества. Шедевр туркменской архитектуры – «Приносная юрта», относится к числу выдающихся достижений туркменской цивилизации. Туркменская юрта – оригинальный, исторически сложившийся образец жилища, идеально приспособленная для кочевого образа жизни. К ее характеристикам относятся небольшой вес, быстрая сборка и разборка, достаточно устойчивая против ветра, а также полуферической формы и небольшой высоты, сейсмобезопасная, благодаря подвижной конструкции стен. Эти и многие другие характеристики юрты складывались в течение веков. Туркменские юрты берут свое начало со времен Агусхана Туркмена, насчитывают более 5000-летнюю историю. Согласно историческим сведениям, на территории нынешнего Туркменистана еще 6-8 тысяч лет назад были жилые юрты. Один из древних видов подобных юрт в форме окружности был возведен из камней. Со времен юрты стали совершенствоваться, появились юрты с опорами, колонками. С появлением земледелия появилась и оседлая жизнь, что привело к скоплению одновременно нескольких юрт в одной местности. Жить в домах округлой формы присущи народам Азии, что объясняется бесконечностью мира. Если человек видит углы своего жилья, считалось, что его охватывает суета. Округ означает бесконечность, нормализует кровяное давление. Люди, засыпающие с видом на ночной небосвод через дымоход, тюйнук, считаются самыми счастливыми. Округлая форма жилища повышает устойчивость юрты, природно-климатическим условиям. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Из ивы изготавливались верхняя часть юрты и двери. После установки белые юрты украшались красивыми изделиями ручной работы, созданными неиссякаемым талантом и высоким умением мастериц. Одним из таких изделий был гапылак, который вешали в качестве двери. Гапылак вешали как с внешней стороны, так и внутренней стороны. И называли их соответственно Ички Гапылык и Дашки Гапылык НС. Эти изделия украшались красивыми узорами. Это ковровые изделия. Для того, чтобы не оставлять нитки мастерицы, изготавливали бубенчики. Туркменские девушки и женщины часто использовали национальную тесьму – аладжа, которая украшала изящные узоры. Считалось, что аладжа защищает от сглаза. Аладжа придавала особую красоту прекрасным национальным узорам. Белые юрты находят свое отражение и в народном творчестве. В колыбельных также есть строки, в которых поется о белых юртах. Через колыбельные матери старались воспитывать в мальчиках такие черты, как мужество, храбрость, чтобы они в будущем, став взрослыми юношами, также построили белую юрту. Длинные деревянные вогнутые жерди, на которых держатся верх кибитки, бывают и величины. И называются они Алтмыш Башлы, Сехсен Башлы, Юзь Играми Башлы. А четвертые части, проходящие сверху нашей пересадки, связывались с четырьмя временами года. Особую красоту жилища придавали Умур Думан, который подвешивался к верхней части крыши юрты Чуйкун. Также белая юрта украшалась различными ковровыми изделиями, в которых хранилась домашняя утварь. Эти ковровые изделия были не только полезны, но еще являлись и украшением дома. Когда девушка выходила замуж, ей в качестве приданного давали ковровые чувалы – торба. Так как завтра эта девушка должна и сама украшать свой дом, когда-нибудь укладывать свои вещи, одежду, домашнюю утварь. Орнаменты, используемые при декорации чувалов торба, использовались различные орнаменты. Гечьян 4 бөлегу болса, атававалармыз 4 пасылдыгны аңны дианыгны айдыптарлар. Хемте, ағоймызң қотодылар гөрнішінне, бедегі гөрнішінне, Умур Думан дип атландырлан бедегі білен беделіптар. Ағойлырмыз 4 бөлігі бөлініп, бедегі үчін, оғадулу үчін, қотодылар арқали, үмур Думан бедегі білен беделіптар. Өнхасы үкілері меде білен бөлігі бөлігі білен бөлігі білен бөлігі білен бөліптар. Здесь в основном использовались айнагөль и кучакгөль. Боковые орнаменты әлем, тегбент, гелинбармак. Ковровые изделия украшались помпонами и кистями. Туркменские белые юрты создаются без использования гвоздей. Туркменские белые юрты создаются без использования гвоздей. Создавая некоторые детали юрты, теорим, ук, использовали верблюжью кожу. В создании кистей помпон также требует огромного мастерства. Субтитры создавал DimaTorzok С древних времен туркменские женщины украшали свое жилище. Таким образом, искусство создания туркменских юрт достигло высокого уровня. Люди, проживающие в туркменских юртах, отличались отменным здоровьем. Люди в юрте легко переносили холод и жару. Туркменские женщины украшали ковровыми изделиями юрты. В хорджунах, созданных туркменскими мастерицами, хранились предметы быта. Изделия, которыми украшали белые юрты, наши предки являются наследием наших прабабушек и бабушек. Сегодня девушки широко применяют в своем творчестве старинные образцы этих изделий, сочетанием новых современных очертаний. Белую юрту украшают различными изделиями. К примеру, в изделии горчин можно хранить различную домашнюю утварь. Сверху же вешали торба для того, чтобы придать особую красоту. Чувал ткали методом какма, а горчин – методом читме. Все изделия горчин, торба, чувал украшены помпонами и кистями. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В эпоху могущества и счастья в Туркменистане, уверенно идущего по пути прогресса и процветания, успешно развивается и совершенствуется национальная культура и искусство. А туркменский народ, вдохновленный достижениями и успехами, создает и плодотворно творит. Национальное культурное наследие туркменского народа, указящее своими истоками вглубь тысячелетий, отличается своеобразием и национальной самобытностью. Об этом свидетельствуют и узоры, характерные древнему туркменскому ковровому искусству, передававшемуся из поколения в поколение. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Одним из основных украшений туркменских юрт являются торба дуехалык. При создании этого атрибута мастерицы использовали гель-зербаб, а также украшали такими орнаментами, как пейкам, дагдан и другими узорами. Наши искусственные мастерицы очень любят орнамент дагдан, так как он защищает от сглаза. Центр юрты украшает неповторимый по красоте ковер. Центральный орнамент ковра – узор кеджебе, дагданлы, кертыкли, гая и геленбармак. Края ковра обрамлены бахромой. Здесь также, как при создании помпон, были использованы различные нити. В эпоху могущества и счастья в туркменском крае, полным праздников и торжеств, наряду с культурой и искусством, большое внимание уделяется изучению и популяризации национального наследия, древних традиций и обычаев народа. В нашей отчизне на высоком организационном уровне отмечаются праздники и торжества. Сегодня туркменским юртам отводится достойное место не только в музеях, они также стали подлинным украшением туркменских торжеств. Во время праздников и торжеств повсеменно устанавливаются белые юрты. Хотим выразить в адрес уважаемого президента слова признательности за создание таких широких возможностей. Желаем лидеру нации крепкого здоровья, долгих лет жизни и успехов во всех начинаниях. В эпоху могущества и счастья в Туркменском крае полным праздникам и торжеств наряду с культурой и искусством большое внимание уделяется изучению и пропаганде национального наследия, древних традиций и обычаев народа. В нашей отчизне на высоком организационном уровне отмечаются праздники и торжества. Сегодня туркменским юртам отводится достойное место не только в музеях, они также стали подлинным украшением туркменских торжеств. Наверняка всем интересны методы изготовления сборных белых юрт и особенности их декорирования. Ак-эй – образец высочайшего искусства. Украшающие белые юрты, ковровые и войлочные изделия прославляют на весь мир искусство и талант туркменских мастериц. КОНЕЦ КОНЕЦ КОНЕЦ